Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Готлев, вашим иммиграционным консультантом из города Сан-Диего, штат Калифорнии. Как всегда, я вас знакомлю с последними новостями в иммиграции, иммиграционными новостями. И сегодня я хочу обсудить три темы, которые касаются открытия USCIS. Значит, первая тема, о которой я хочу поговорить, это тема о том, что USCIS, если вы помните, запросили сумму на 1 миллиард 200 миллионов деньги у Конгресса для покрытия своих расходов. Вторая тема, это то, что USCIS планирует открытие свое 4 июня, и у них новые требования к тому, чтобы, когда вы будете идти на прием к ним в офис. И третья тема, это новые требования ко всем видам интервью, которые они будут назначать, и также новые требования к снятию отпечатков пальцев. Значит, давайте начнем первую тему. Если вы помните, то на прошлой неделе USCIS запросил Конгресс, чтобы они им выделили 1 миллиард 200 миллионов долларов для того, чтобы они могли покрыть свои расходы. Также мы говорили о том, что они ожидают, что к концу 2020 года прием и обработка документов у них может сократиться на 60%. И также то, что они уже в этом, то есть между 2017 и 2019 годами, если помните, они получили почти на 1 миллион кейсов меньше. Это значит, на какую-то определенную большую сумму они получили меньше. Как видим, политика Трампа, с одной стороны, ведет к тому, что якобы сокращают иммигрантов, но с другой стороны, страдает другая сторона бизнеса, где USCIS говорит, что они не могут покрыть свои расходы, не могут платить зарплату, то есть не смогут, и поэтому они просят эти деньги. Значит, был спор, стоит ли им выделять эти деньги или же нет. Очень много народу высказались о качестве работы USCIS, и они говорят, что USCIS работает очень плохо, предоставляет услуги. Также они очень плохо, поэтому, ну, типа как не стоит им выделять эти деньги. Это народ говорит. Но, несмотря на это, они запрашивают эти деньги, и также они сказали, что если мы к определенному времени не сможем получить эту сумму денег, то мы сократим своих работников. Значит, если они сокращают своих работников, кто в первую очередь страдает от этого? В первую очередь, конечно же, пострадают те, кто попадет под сокращение при условии, только если им не будут платить unemployment, пособие по безработице. Ну, вторая и основная, наверное, категория людей – это будут иммигранты, кейсы которых будут рассматривать. Почему? Потому что меньше народу, меньше рук для того, чтобы обрабатывать ваши кейсы. И это не есть очень хорошая новость, потому что к тому, что мы уже видим, что уже ожидается задержка с интервью, с обработкой кейсов, то если они не получают эту сумму денег, добавьте ко времени ожидания еще дольше времени. К сожалению, это так. И что я еще могу сказать по поводу того, что USCIS сокращает своих работников, то это также повлияет на все интервью, не только обработку кейсов, но также и на интервью, потому что для того, чтобы проводить эти интервью, нужны люди. Правильно? И поэтому, наверное, очень, к сожалению, скорее всего, это будет плохо влиять и придется ждать дольше положенного. Теперь, значит, как я уже говорила, я очень рада тому, что я ошиблась, потому что я не была уверена, что все-таки они 4 июня откроются. Но есть моменты, где я оказалась частично права по отношению к тому, как будут проходить интервью. Значит, здесь они пишут, что начиная 4 июня 2020 года USCIS планирует открыть свои офисы. И также в связи с коронавирусом они вводят новые требования для того, чтобы сохранить дистанцию между людьми и, естественно, не зародить друг друга. Значит, какие у них будут требования? Значит, они говорят, если у вас есть хоть какие-то симптомы COVID-19, это значит коронавируса, например, включая кашель, температуру, затрудненное дыхание, к сожалению, вы не сможете войти в это здание. Также, если вы, например, были в контакте с кем-то, у кого, например, в тесном контакте, например, и вы знали или подозревали, что у него есть COVID-19 в последние 14 дней, то также вам вход туда запрещен. Дальше вы также, вас также не впустят в офис, если вы пришли раньше, чем за 15 минут до вашего аппоитмента. Если у вас, например, есть интервью по браку, и вы пришли, например, за 25 минут, раньше можно было зайти и дожидаться этого, к сожалению, сейчас вас уже не пустят, и 30 минут для натурализации, это для получения гражданства. Также они просят для того, чтобы все visitors, visitors, все те, кто посещает офис, чтобы, значит, будут предоставлять дезинфицирующие средства для рук, и также они просят, чтобы все те, кто будут заходить, чтобы у них были маски, которые закрывают рот, нос, и также, если у вас нет маски, USCIS вам может предложить одну маску, но если не будет маски, то придется вам перенести ваш аппоитмент. Также они говорят, что там они поставят барьерчики, и вы должны все соблюдать все эти правила социального дистанцирования, и маркировки они также поставят, это тоже должно быть, и также вот здесь они говорят, что они могут спросить у вас screening questions, это обычно вопросы, касающиеся состояния вашего здоровья, прежде чем вы войдете в этот центр. Также они говорят, что вы теперь должны принести свою собственную ручку, черную или синюю. Вот такие у нас изменения. В целом, если вы приходите в офис, соблюдайте дистанцию, чтобы у вас была маска, чтобы у вас была своя ручка черного или синего цвета, чтобы вы использовали дезинфицирующие эти средства, и все должно быть окей. И также не приходить в офис, если у вас есть какие-то симптомы кашля, температуры или сложности с дыханием, лучше сидеть дома. Вот это у нас требование к тому, что USCIS планирует открыться. Теперь к тому, что мы... Еще раз хочу повториться, что я на сайте USCIS, и информация, как всегда, с официального источника. Значит, если они планируют открыться 4 июня, я хочу рассказать немножечко о тех изменениях, которые произойдут. Если вы помните, наверное, несколько дней назад я снимала видео, в котором я говорила, что, возможно, будет онлайн-аппоитменты, и это коснулось асайлом. Это те люди, которые идут на интервью по политическому убежище. Значит, офисы по политическому убежищу. Что они предложили? Значит, как это будет теперь? Значит, если вы являетесь человеком, который находится в ожидании политического убежища, и вас приглашают на интервью, они говорят, что они автоматически вам назначат ваше интервью, если они были отменены, и вы получите письма. Значит, когда вы получите свои письма, вы должны будете приехать в этот офис, и также вы должны будете привести своего переводчика и только своих членов семьи, которые записаны в вашем кейсе. Например, если вы являетесь основным подавателем на политическое убежище, и у вас есть иждивенцы, которых вы указали в своей анкете, и они находятся в Соединенных Штатах, только они могут присутствовать во время, могут прийти с вами. Например, есть некоторые люди, которые ходят на интервью, там приглашают своих друзей, там для поддержки, или там знакомых. Они, к сожалению, не смогут с вами зайти, и им нужно будет дожидаться где-нибудь там в машине, или там в ресторане, где-нибудь там. И как теперь будет проходить интервью? Значит, вы будете, из-за того, что они хотят вот это социальное дистанцирование, значит, вы будете в одной комнате, офицер будет в другой комнате, и вы, то есть, со своим переводчиком офицер в другой комнате, и вы будете соединены между собой через интернет. Это будет видеоинтервью. И у вас будет интервью проходить вот таким образом. Поэтому будьте готовы к тому, что вы, у вас интервью будет таким образом. Ваш переводчик может с вами приехать. Теперь, значит, натурализация. Натурализация, многие уже знают. Например, если вы прошли свое интервью, по гражданству тест свой интервью, то они вам назначают натурализацию, где вы идете, принимаете клятву о том, что вы будете верны этой стране, и получаете гражданство Соединенных Штатов Америки. Значит, они говорят, что эти... Значит, эта церемония, она будет более короткой. Она будет более короткой, потому что в связи со всем этим коронавирусом и вы получите свои письма о том, что вам назначена церемония, опять-таки через почту, если вы зарегистрированы онлайн, сначала онлайн, а потом уже через почту. И будьте готовы к тому, что с вами уже не смогут войти те, те, кто раньше мог войти и вас поддержать. Это будет теперь очень такая короткая церемония, вас поздравят и вас отпустят. Значит, и они говорят, значит, раньше, когда вы ходили на церемонию, вот как у меня проходила церемония получения гражданства, мы пошли туда, и там было очень-очень много народу, я не помню, около 500, наверное, и там они включают видео, потом поют песни, гимн и всё остальное. И теперь они говорят, теперь этого не будет, но вы получите флайеры, флайеры с этой информацией, что вы... с информацией о том, что вас приветствуют, что добро пожаловать, там, Соединённые Штаты, и поздравляем, и всё такое, и оно будет вот такого рода. Теперь, основное то, что я хочу сказать для тех, кто будет идти на интервью и аппойтменты. Значит, если вы приходите на интервью, они говорят, значит, если у вас были назначены интервью, и они отменены, значит, они вам отправят новые письма. И поэтому новые письма о том, что вам назначены другие интервью, другое интервью с новой датой, и вам нужно будет сходить на это интервью. Значит, когда вы придёте на это интервью, они так же говорят. Значит, это будет, опять-таки, лимитировано. Значит, это может быть один representative, это может быть ваш адвокат, который с вами придёт, и также один член семьи. Значит, если вы муж и жена, то вы приходите как муж и жена, и плюс, если у вас есть адвокат, может прийти адвокат. Другим людям будет запрещено. Значит, что изменилось в этих интервью, так то, что если раньше вы могли привести своего переводчика вместе с собой, здесь они говорят, что вы можете своего переводчика иметь по телефону, общаться с ним по телефону и связаться. Значит, переводчик может вам служить во время интервью по телефону. Это очень хорошая новость. Значит, то же самое это касается и application support centers. Это по получению информации. Значит, когда придёте, вам нужно будет надеть маски. Обязательно убедитесь в том, что у вас нет кашля, нет температуры. Ну и всё остальное то, что я уже говорила вот из этой графы. И что ещё? Значит, в любом случае, в любом случае, хочу сказать, что это очень хорошая новость, что USCIS открывается, что они начинают эти процедуры, пусть даже если они начинают в сокращённом порядке, даже если там будет мало народу, но новость в том, что лёд тронулся, я бы так сказала. Я бы не советовала никому переживать. Всё будет нормально. Подготовьтесь к своему интервью. Подготовьте все документы, которые у вас просят. Настройтесь на позитив. И я думаю, что у всех всё должно быть хорошо. Напоминаю, что мой канал для того, чтобы знакомить вас с этой информацией, это ни в коем случае не является юридическим советом. И, пожалуйста, если у вас будут вопросы по этой теме, спрашивайте. Также хочу сказать, что вот вы, когда мне пишете такие письма, что мне нужно сделать вот в этой ситуации, а как я могу сделать так, вы у меня спрашиваете юридические советы, поэтому я не отвечаю на эти вопросы. Обращайтесь к адвокатам. Моя услуга только в заполнении иммиграционных форм. Только. И в переводе ваших документов. Вот такие у меня новости. С вами была Зара. Желаю вам всего самого наилучшего. Желаю удачи. И я очень надеюсь на то, что консульство последует, примеру USCIS, и пусть даже в сокращенном режиме, но они тоже откроются скоро. И, естественно, если будут новости, я обязательно вас ими ознакомлю. Всего доброго. Пока.